Новый старый спорт. В Петропавловске открылась секция современного мечевого боя. Он произошел от исторического средневекового. В отличие от последнего, СМБ более безопасно. В нем используются мечи, сделанные из поролона. Этим видом спорта могут заниматься дети с 5 лет. С необычным видом боевого искусства познакомилась наша съемочная группа. Вместо стальных мечей – поролоновые тембары, вместо доспехов – спортивная защита. Современный мечевой бой, родоначальник которого исторически средневековый, относительно молодой вид спорта. Официально он был признан в конце 2016-го. Инструктор по СМБ Владимир Торопов говорит, эта разновидность боя больше популярна в России и Европе. Многократный призер мировых состязаний решил открыть свою секцию, обучать новому старому спорту североказахстанцев. Современный мечевой бой – это отличная база для подготовки бойцов к железным турнирамм, то есть к историческому средневековому бою. Тренировки начинаются с 7 лет. В принципе, на чемпионатах Европы общая практика детских номинаций с 5 лет. То есть, поскольку снаряжение позволяет, оно мягкое, полностью безопасное, дети занимаются с радостью и без какого-либо травматизма. В детскую группу пока идет набор. Сейчас секцией занимается 15 человек. Самому юному спортсмену – 16, а самому взрослому – 45. Тренировки проходят по вторникам, четвергам и субботам с 7 до 9 вечера. Начинаются занятия с полного обмундирования. Несмотря на то, что мячи сделаны из поролона, о безопасности нельзя забывать. Затем небольшая разминка и отработка ударов. Делают это в парах или с помощью тренажера под названием «Балда». Этим далеко не женским видом спорта уже два года занимается Алена Монахова. Современный мечевой бой помог девушке стать увереннее и выносливее. Занимаюсь я как современным мечевым боем, то есть на мягком бьемся, так и историческим средневековым боем. Это тяжело, особенно иногда бывает мысль, зачем мне все это нужно. Ну как бы это всего лишь мимолетная мысль, потом выходишь на рестальщик, все забываешь. На самом деле это очень интересно, побороться в силах с соперницами. Мы в прошлом году выезжали в Новосибирск на фестиваль «Кляжий двор». Там мы бились в тройках и заняли второе место. Также мы выезжали на чемпионат мира Кубок Динамо в Москву в ноябре месяце. Но, к сожалению, там мы ничего не заняли, но это был наш первый выезд. А это доспехи для исторического средневекового боя, которые прошли через несколько сезонов соревнований. Стоимость такого комплекта начинается от 200 тысяч тенге. Детали должны быть из одной эпохи, иначе к состязаниям могут не допустить. Все элементы выполнены из закаленной стали. Она легкая, гибкая и в то же время прочная. Весит боевой комплект около 40 килограммов. Шлем называется «Бацинец», сама форма. Это Европа, артирующий 13-14, тип забрала на салвизор. Они были примерно такие. Он адаптирован для боев, то есть внутри под бармицей, под кольчужной. Здесь стальная скрытка из прутев, как аналог хоккейной защиты. Здесь же получаются лакмы руки, тоже такие уже пожившие, но надежные. На корпусе защита, это тип доспеха называется брегантный. То есть сверху шерсть, а изнутри на заклепке приклепаны стальные пластины. То есть они обеспечивают защиту и подвижность. Но самое главное – это оружие. Дюсак, тюрнирные клинки, меч палача – разновидностей множество. За основу берутся музейные экспонаты, а уже в боях используются их стальные прототипы. Сейчас спортсмены готовятся к соревнованиям по современному мячевому бою, которые будут проходить в конце февраля в Астане. Дарья Пышменцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.